Музыка Мир, 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 всем, бро, с вами я, Вектор, у нас четверг, первый обзор на сегодня, и с 14 это у нас, по-моему, уже седьмой, да, я не ошибаюсь, именно седьмой. Я решил сегодня немножко побаловать, то есть у нас, получается, были наборы такие маленькие и средние, а сейчас у нас набор покрупнее, это военная база, данная вариация набора у меня уже вторая, у меня был до этого такой, но потом я взял новый, так как старый, совсем был уже плохо по качеству, деталей там многих не было, неважно, его артикул 0279, военная база, не нуждается в представлении, это как и танк, не обходится любое какое-то военное учреждение, без лишних слов, поехали. Как раз с инструкцией мы и начнем, ну, давайте сначала взглянем на переднюю часть, в принципе, ничего особенного, сзади, сзади у нас есть другие вариации, что мы можем построить из этого набора, а тут довольно-таки интересный есть момент, например, мы можем построить КПП, контрольно-пропускной пункт, также, что у нас здесь есть, это, я так понимаю, какая-то академия военная, вот, в общем-то, все прикольно сделано, мне нравится, БРИ, как обычно, молодцы стараются на любом месте сделать возможности для вашего творчества, и с такого набора, например, построить свои самоделки. Открываем и смотрим, что внутри, а внутри у нас, в первую очередь, бросается в глаза большое количество фигурок, давайте посмотрим, два офицера, командир и шесть целых солдат, вау, это очень-очень круто, причем одни с красными касками, вторые с желтыми, или с зелеными, нет, ну, желтыми, да. В общем-то, это очень круто, целых девять фигурок в одном наборе, хоть и БРИ, это потрясающе, военная серия собирает солдатиков таким образом, просто круто. Ну, мы начинаем, в общем-то, собирать набор, по сборке, по инструкции, все смотрим, тут интересно, бросается в глаза красный цвет, он в военной серии, вообще уникальный, по-моему, только в этом наборе есть, ну, нет, где-то еще я вру. Ну, вот, и собираем, так, шестнадцатая страница, и полностью мы заканчиваем собирать на восемнадцатой странице, здесь даже есть лошадь, здесь есть автомобиль, кстати, автомобиль, который я вам рассказывал, продавался отдельно, было такое дело. В общем, вот такая вот тема, давайте быстрее уже посмотрим на сам набор. Начнем с небольших элементов, это у нас лошадь, на которой сидит офицер, у него в руках плеть и револьвер. Лошадь имеет поворачивать головой, и в целом выглядит очень-очень мило, БРИ, вот молодцы, на самом деле, в военное время реально были лошади, это факт. Здесь у нас есть сбоку рюкзак, который таким образом прикреплен, и тут у нас, насколько я помню, да, бинокль и какая-то 100-долларовая банкнота. Возможно, не 100-долларовая, а какая-то другая единица валюты, но тут уж я не знаю. Идем далее, у нас в комплектации также идет джип, который не отличается особо от того, что продавался отдельно, как набор. Покажу автоматы, я их не показал в обзоре на танк в прошлом, они очень классные, кроме этой подсерии нигде вроде как не встречаются. Также я сместил руль и кресло влево, что было по-правдоподобней, но мне сейчас так больше нравится. И вот тут у нас сидит командир. Классная фигурка, давайте я вам, я подробнее покажу. Так, он не сфокусируется. Так, скорее бы уже взять объектив с автофокусом, но не суть. Так, давайте посадим его обратно. Чем отличается джип от того, что продавался отдельно? Ну, во-первых, по-моему, если не ошибаюсь, да, колесо. Сзади есть колесо, а в оригинале, точнее, в отдельном наборе, было только пулемет сверху вместо колеса на выступе. Также номер, разумеется, другой с артикулом этого набора, а не того. И немного стекло по-другому поставлено. В остальном все абсолютно точно так же, и это даже, наверное, хорошо. Друзья, вот и военная база. Для начала давайте я вам ее полностью покажу. Вот так она тянется до самого верха. Там еще антенна, ну, антенна классическая. Ну, давайте смотреть все поподробнее. Спереди у нас на входе встречают две елочки, а сразу за ними чуваки с автоматами. А что вы думали, все так просто? Нет, это БРИК, это военная серия. Что у нас здесь есть, интересно, что бросается в глаза? Офицер, который, видимо, командует над солдатами. Один солдат просто здесь идет. Тут у нас также есть офицер, который занимается спортом на брусьях. Брусья, кстати, классно сделаны. Ну, вообще, правдоподобно, БРИК очень хорошо передали атмосферу военной базы. Здесь большие колонны, которые держат выступ. Вот здесь такой балкончик. Здесь у нас ящик, в котором, если не ошибаюсь, да, все правильно, два револьвера. Тут у нас канистры, видимо, с какими-то химикатами или бензином, потому что здесь принт того, что, ну, как бы, черепы, кости, смерть токсичны и так далее. Что мы можем сказать вообще про военную базу, когда ее увидим? Ну, во-первых, дизайн очень-очень интересный, хотя внутри она ненасыщенная, это факт. Что могу отметить? Вот такие вот выступы очень прикольные идут. Вот тут, вот тут, вот тут. Так, потом где? Вот здесь и вот здесь. То есть их всего пять. Здесь вход сделан как арка. Над каждым окном есть вот такая вот штучка для того, чтобы там не скапливался дождь и так далее. Хотя не вижу в этом смысла, потому что вот тут есть крыша. А также здесь есть такое, видимо, средство для вентиляции или вроде того, ну, просто белые элементы. Решетка, она еще, кстати, вот тут присутствует. Так, что еще могу отметить? Ну, в принципе, здесь ничего особенного больше нету. Здесь, опять же, акцентирую внимание на балкончике. Вот такие перила. Все пыльное, как я уже говорил ранее. Нет времени пока что очистить, но я обещаю, постараюсь после съемок. Только тогда это будет вообще хоть как-то возможно убрать пыль. Здесь у нас выступ такой интересный. С принтом, а, командура. Ну, короче, военная база. Здесь флажок красный, давайте я вам его покажу. Вот. И, в принципе, больше ничего интересного здесь нет. Здесь вот такая вот стойка для антенны. Я вам ее чуть позже обязательно покажу, когда подниму камеру выше. Давайте посмотрим, что у нас сзади. Сзади у нас, в принципе, ничего. Просто колонны, которые все это держат. Здесь пусто. Можете как-то сами что-то фантазировать сюда добавлять. Здесь вот эти элементы абсолютно... Вот эти две крыши абсолютно пустые. В них ничего особенного нет. Они из себя ничего не представляют. И сделаны чисто как дизайн. Можно, правда, с ними вот эти окна открыть у них. Сейчас попытаюсь. Вот, да. Но это максимум. И отмечу, что они очень интересно сделаны в плане креплений. Вот на таких крутых деталях. Сейчас в кадре их покажу. Вот. Интересные такие детали. Они горизонтальные. Точнее, диагональные. Очень здорово смотрятся. И давайте посмотрим на вот этот элемент. Сейчас немножко спокусируем. Здесь у нас крыша должна, по идее, открываться на вот таких элементов. Но очень часто она отваливается просто. Ну, бывает. Это все-таки брик, а не лего. Здесь на кресле сидит у нас еще один солдат, который управляет компьютером. Кстати, не буду врать. Вот этого солдата, который здесь бежит, я добавил. Лего на баре не было. А то вы уже наверняка заметили, что фигурок 10, а не 9. Так, смотрим. Тут у нас панель управления. Очень интересно. Там компьютер и клавиатура. То есть, вот эта крыша отличается от этих. И это, на самом деле, здорово. И давайте поподробнее еще вам покажу антенну. Только надо присоединить крышу. А то она, по-моему, все-таки отвалилась. Да. Так, надо аккуратненько поставить. Так, да. А, не суть важна. Потом приделываем. Смотрим, что у нас есть наверху. Антенна, в первую очередь, хочется показать, что она вращается. Давайте я вам покажу. Вот. Во-вторых, здесь есть... Сначала идет такой выступ, который все уменьшается, уменьшается. Потом отклоняется. И есть две вот такие синие тарелки. Это очень эпично смотрится, если честно. Дальше идет такой вот шест, на котором есть три сигнальных желтых огня. А также вот такая большая основная антенна, радар. Да, радар будет правильнее сказать. У которого в центре еще один желтый огонь. И уже потом вверх уйдет антенна. То есть, чего они только сюда, конечно, не налепили. Но это все вместе смотрится очень-очень круто. Так, оставлю обратно. Вот такие дела. Опять же, рассказал, быстро, в сумбуре. Но зато, честно, как думаю, как мыслю, как знаю. Набор крутой. И давайте подводить итоги. Друзья, возможно, вам мои слова покажутся странными. Но этот набор подойдет, ну, почти для всех. Давайте объясню. На детали, я не знаю. Здесь, в принципе, есть кое-что интересное. Но, опять же, кое-что. Чисто ради детали, я не думаю, что его есть смысл брать. Поиграться, однозначно, да. Это бесспорно. А вот, если честно, для полки, кому как. Вот мне он для полки стоит, ну, нейтрально. Вот честно. Я не думаю, что когда человек будет переходить, он будет бросаться. Вау, военная база, как круто она смотрится. Вы не поверите, но танк гораздо больше внимания привлекает. Это факт. Вот такая тема, друзья. То есть, набор крутой. Но, опять же, думайте сами, решайте сами. Это уже ваше право. Я его собрал для коллекции. Я доволен. Он крутой, он офигенный. Ой. Странно, зачем я его туда поставил. В общем, такие дела, друзья. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Ставьте двойной лайк. Все уже, наверное, знают, что это такое. Подписывайтесь на канал здесь впервые. А если не впервые, то обязательно также узнайте, что такое двойной лайк, посмотрев предыдущие обзоры. Зовите друзей. Чем нас больше, тем веселее. А также спасибо за просмотр. Всем удачи, друзья. Всем пока. Всем мир. До вечера.